Уже закончился первый месяц нового года, и теперь можно объективно подвести итоги прошлого года. О том, что было сделано территориальными органами местного самоуправления в посёлке Буланаш за 2011 год, и о планах на ближайшее будущее рассказал Виктор Юрьев. И кратенько сейчас я вам доложу, сообщу, что у нас сделано, как будут решаться вопросы, как они решаются. Население, вы знаете, посёлок Буланаш, по переписи недавно была. Вот, по такой табличке, это у нас 12 506 человек. Детей 2361, пенсионеров 3340. Градообразующее предприятие, это у нас Буланашский машиностроительный завод, вы знаете. Раньше была шахта, но их шахт уже сегодня с 2003 года нет. Значит, градообразующее предприятие, Буланашский машиностроительный завод, на нём сегодня работает 744 человека. Средняя заработная плата на заводе 18 414 рублей. Основной выпуск это нефтегазовое, буровое оборудование, котельные. Значит, вот это первая буровая, которая стоит сегодня на площадке Буланашского машиностроительного завода. Вот, сейчас она заканчивается, доводится. Чтобы её вывезти, необходимо 100 вагонов железнодорожных. Ну что, Буланашский машиностроительный завод, мы с руководством завода сотрудничаем, работаем. И в культурной массовой работе они принимают активное участие. Сегодня, вы знаете, там на полстраницы в газетах публикуются, что требуется, рабочие требуются, требуются и требуются. Вот, портфель заказов есть. Правда, не сильно большой портфель заказов. Но, тем не менее, значит, вот, квалифицированные рабочие требуются на завод. Далее у нас, какие предприятия работают. Буланашский завод ЖБИ, это опора, где трудится 41 человек. Средняя зарплата 14 485 рублей. Они изготавляют опоры под железнодорожной линией электропередач. 48 144 000 освоено средств. 4 079 опор изготовлено. Далее предприятие полимер-упаковка. Работает 64 человека. Ну, там сдельная зарплата. Средняя 8, 130. Ну, а сдельщики больше, конечно, получают. В месяц изготавливают они миллион мешков. Вот раньше, вы помните, работало 130-120 человек. Тоже миллион делали. Сегодня они делали модернизацию производства. Значит, продолжают. Выпуск мешкотары. Различные мешкотары. Колбасная фабрика, графирма Артемовская. Работает 183 человека. Средняя зарплата 13 500. То есть значительное количество там людей работает. ООО «Барьер». Пошив медицинской одежды. Работает 76 человек. Зарплата тоже под 8 тысяч небольшим. ООО «Строитель». Объем выпуска продукции. Это щебень в основном. Порядка 29, ну, в общем, 30 тысяч кубов выпущено за год. Щебня 41 человек работает. Зарплата 8 с половиной тысяч. Жилищно-функционные предприятия работают. Живу 39 человек. Зарплата 9 800. Универсал 40 человек. 9 тысяч зарплата 9 60. Канализационная служба 43 человека. 9 300 зарплата. Но есть и в посёлке Баланаш безработный. Свой учёт безработицы они ведут с 2003 года. И на сегодняшний день она держится на уровне чуть более 3%. И 220 человек стоят на учёте в Центре занятости. В своём отчёте Виктор Юрьев затронул также одну из актуальных тем – процесс газификации. Вы знаете, что у нас активно проводилась газификация. И практически сейчас она заканчивается по частному сектору. Значит, в отчётном году, в 2011-м, было построено 5 километров, 390 метров газопроводов низкого давления на сумму 3 миллиона 139 тысяч газифицированных. Это частный сектор. Также газифицировано 8 домов по улице Механическая с 1 по 8, порядка 90 квартир. Освоено 3 миллиона 736 тысяч рублей. Также самостоятельно жители многоквартирных домов по улице Максима Горького 14, 16, 19, 20, Тиантин самостоятельно газифицировали с центральным отоплением, с переводом квартир на центральное отопление 24 квартиры. Конечно, есть проблемы. Вот сейчас особенно с проблемой, вы знаете, она на слуху. Это газификация, значит, микрорайона Северный, частных домов. То есть вот добавились вот эти дома, уже я сказал, километраж добавился, добавилось количество домов. Значит, система трубопроводов не справляется, значит, низкое давление. Но сейчас работы проведены буквально сегодня-завтра, будет дополнительно сделана дополнительная закольцовка, значит, будут выполнены врезки. Я думаю, что ситуация, значит, кардинально должна исправиться в лучшую сторону, потому что сегодня люди вынуждены, кроме газовых котлов, значит, обогреваться еще и печками. Но это в тех условиях так и было записано, значит, то есть, когда выдавались технические условия на газификацию, всегда выдается, что должно быть резервный источник отопления. Вот сегодня люди, ну, конечно, не совсем комфортно. И газовые котелы еще плюс люди хотели отдохнуть, а сегодня пользуются, значит, еще дополнительно печками. Но это не все, я говорю, что это просто по тем улицам, где не хватает газа. Но основная масса, конечно, частного сектора – это отапливаться природным газом. Конечно, еще есть над чем работать. Рассказал Виктор Юрьев и о том, что еще планируется сделать в этом вопросе. Что у нас на перспективу? На перспективу у нас осталось, значит, двухэтажные дома, многоквартирные. У нас 107 домов таких, но сегодня уже газифицированы дома по Вахрушево 2 дома, вот уже по механической, я сказал, 8 домов, по Горького 4 дома, то есть, уже меньше 100 осталось домов. И на будущий год планируется газификация порядка, на будущий, на 12-13 планируется газификация порядка 15 домов. Это улица Механическая, дальше до 15-го дома, Каменщиков, 2-й, 4-й дом Кутузова, 1-й, 2-й, 14-й, Проходчиков, 5-й, 7-й, Грибоедова 2-й дом, Коммунальная 6-й дом. Вот эти дома планируется, то есть, имеется проект, значит, они будут газифицироваться. Ну и дальше, по мере так вот, проектирования газификации будут продолжаться и по этим домам, потому что газопроводы, распределительные газопроводы по улицам прошли, осталась газификация этих домов. Также Виктор Юрьев отчитался по вопросу жилья в посёлке Буланаш и сделал акцент на проблемах и на планах их решения. У нас 315 посёлки, тысяч квадратных метров жилого фонда, 1720 жилых домов всего, в том числе 161 дом многоквартирный, это 222 тысячи метров квадратных многоквартирного жилого фонда. Значит, обслуживают многоквартирный жилой фонд, 4, управляющие компании. Вот. Ну здесь вот я на проблемках больше, может быть, остановлюсь и на проблемах и путях их решения. Сюда входят 13 ветхих и аварийных домов, а также мы провели обследование, такое визуально, 35, это потенциально ветхие жилые дома. Потому что жильё строилось, вы знаете, в 50-е, 60-е годы, вот, это 26 тысяч 765 метров квадратных ветхого, ну, потенциально ветхие, или 12% от общего жилого фонда. Значит, приватизировано жилого фонда 87%. В планах муниципалитета, вот, для решения этих проблем, сегодня, значит, вот, запланировано строительство двух 51-квартирных жилых домов. То есть, у нас площади, площадки под строительство имеются, с коммуникациями. Значит, планируется в этом году два дома. То есть, один дом чисто будет строиться под, вы знаете, у нас много выпускников, школы-интернат будет вот чисто под эту категорию граждан строиться. И второй дом под ветхие, расселение ветхого аварийного жилья. И еще, вот, сейчас программа, есть постановление, постановление правительства Свердловской области от 6-го, 12-го, 11-го года, 16-50, где, значит, вот, мы этой программой сейчас тоже начинаем заниматься, где говорится о оказании помощи в строительстве жилья для многодетных семей. В общем-то, программу мы посмотрели, программа интересная достаточно. У нас 69 семей в поселке проживает. Здесь вот можно эти деньги, там, в зависимости от количества, от состава семьи, от количества детей, и от стоимости квадратного метра в этом населенном пункте. А у нас 23 720, по-моему, квадратный метр стоит. То есть, компенсация идет вот этим вот. Люди, можно, если в своем доме, то есть, пристрой какой-то построить, и компенсироваться, вот, три человека семья – 30%, четыре человека – 40% и так далее. Рассказал Виктор Юрьев об озеленении поселка и о вывозке несанкционированных свалок и мусора, о ремонте автомобильных дорог и о их содержании, а также о противопожарной работе. Стали преображаться и дома в поселке Буланаш благодаря постоянно проводимым конкурсам. Подведены были также итоги и в сфере культуры. Культура в поселке Буланаш находится на определенном подъеме. Значит, у нас вообще ее в свое время не было. Мы за счет, жили за счет, так вот, предприятий проведем, мероприятия. И ладно, сегодня это постоянно занимаюсь на базе Центра культуры кинородина, руководитель Ликифорова Вероника Ивановна. Значит, вот уже это планово ведется работа, культурно-массовая. Значит, проведено мероприятие, 252 мероприятия. Работают клубные формирования. Это детский киноклуб, здравушка, клуб по пропаганде здорового образа жизни, будущее за нами. Клуб по профилактике о социальных явлениях «Надежда». Рэп-клуб «Голоса в улице». Хэви-металл группа «Вулкан». Клуб ветеранов «Отражение». Киноклуб «Все семью в кино». Ну и общественно-политические клубы. «Параллель», «Факт», «Надежда». Клуб деловых женщин. Ну, вы знаете, что у нас вот три таких события прошло. Это международный кинофестиваль детских и юношеских фильмов. В кругу семьи проходил. Значит, приезжали знаменитые артисты. Областной кинофестиваль, киномарафон проводил, проходил «Выбери жизнь». И в этом году, в отчетном, нашему кинотеатру «Родина» исполнила 60 лет. Тоже были проводились мероприятия. Ну и также к культуре относится наша самодеятельность. Это «Шахтерский огонек», народный коллектив. И татарский ансамбль «Таналдзы», которые принимали участие не только в областных наших районах, но и в федеральном празднике Сабантуй. Сегмент торговли в посёлке «Была-Наш» достаточно хорошо развит. Он полностью находится в частных руках, так же, как и служба быта. Парикмахерские, ремонтные мастерские, ритуальные услуги, ремонт обуви. Самые необходимые товары и услуги можно получить, не выезжая за пределы посёлка. Очень хорошо развита сфера социальной поддержки жителей любого возраста. Немаловажная часть жизни современного человека – это связь. У нас две основных компании – это «Уральская компания электросвязи» и «Уралсвязьинформ». Я не считаю просто операторов сотой связи. Там их уже сколько есть, они все есть, все работают. Это вот основные компании, которые обеспечивают телефонизацию, интернет. Кстати, у нас пользователи интернетом, 1600 пользователей интернетом. Это на душу населения самый высокий показатель в Артёмовском районе. Также вот пришло к нам и интерактивное телевидение, «Уралсвязьинформ». Это более ста программ. Значит, заключаются договора, подсоединяются к этим программам, то есть это кабельное телевидение. Таким образом, Виктор Юрьев кратко доложил о проделанной за 2011 год работе, о проблемах и о перспективах их решения. Ну а более подробный отчёт будет им представлен на конференции 18 февраля.